Американская актриса Кортни Кокс, навсегда оставившая след в кинематографе, снявшись в самом успешном телевизионном сериале «Всех времен, друзья», сегодня отмечает 57-й день рождения. В целом за ее 37-летнюю карьеру у актрисы было не так много значимых ролей, но только роли Моники Геллер, которую она играла 10 лет, вполне хватило, чтобы Кортни Кокс стала мегазвездой. 1. Родилась Кортни Баскокс 15 июня 1964 года в городе Бирмингем, США, отец девочки был бизнесменом, а мама занималась воспитанием детей, у Кортни есть родные два сестры и брат, и девять сводных братьев и сестер, которые появились на свет после развода родителей и вступления их в повторные браки. 2. Кортни помимо учебы увлекалась теннисом и плаванием, а также выступала в школьной группе черлидеров. После школы поступила в колледж, где изучала архитектуру и дизайн. 3. Но судьба привела девушку в модельное агентство и на актерские курсы, поэтому в колледже Кортни проучилась всего лишь один год. Она выбрала карьеру модели, съемки в рекламе и второстепенные роли в кино. 4. Например, на заре своей карьеры она засветилась в фильмах «Кокон. Возвращение», «Эйс Вентура», «Розыск домашних животных», «Альфа-дог», сериалах «Мученики науки» и «Семейные узы». 4. Съемки прославившего ее сериала «Друзья» начались в 1994 году. И за 10 лет ситком завоевал популярность по всему миру. 5. Изначально Кортни Кокс пробовалась на роль Рэйчел, но в итоге стала играть Монику. А с актрисой, исполнившей роль Рэйчел, Дженнифер Энистон, они и в жизни стали лучшими подругами. 5. А помимо славы, сериал принес огромные деньги всем его актерам. Так Кортни даже попала в книгу рекордов Гиннеса, после того, как в последних вторых сезонах «Друзей» стала получать 1,5 миллиона долларов за съемки первой серии. Но есть у актрисы и другие неплохие роли. Крик, «Турист», «Три тысячи миль до Грейсленда», «Сказки на ночь», «Город хищниц». 6. Замуж актриса вышла в 35 лет за актера Дэвида Аркета. Познакомились они на съемках фильма «Крик», в котором оба сыграли. Их единственной дочери Кока Райли сейчас 17 лет, то есть родила ее Кортни в 40 лет. Пара хотела еще детей, но последующие беременности актрисы заканчивались выкидышем. Крестной мамой Кока является Дженнифер Энистон. А с Дэвидом Кортни рассталась в 2010 году. 7. Имя Кока – это сокращение Кортни Кокс. Дело в том, что в семье актрисы есть такая традиция – называть одну из дочерей имени матери. То есть у самой Кортни маму так звали и дочь она хотела назвать Кортни, но муж предложил вариант Кока. 8. Последние семь лет Кортни счастлива в отношениях с музыкантом Джонни Макдейдом. Пару лет назад они объявили о помолвке, но до свадьбы дело пока так и не дошло. 9. Актриса призналась, что делала четыре раза круговые подтяжки и инъекции ботокса, пытаясь вернуть молодость лицу, но результат оказался плохим. С тех пор она применяет только безоперационные методы и косметологические процедуры. 10. А вот фигура у звезды хорошая, Кокс следит за питанием и занимается спортом. 10. Кортни в качестве режиссера сняла в 2015 году фильм «Прежде чем я уйду». 10. А снимается актриса сейчас нечасто. 10. Из последних работ «День матери» в 2016 году. «Бесстыдники» в 2018 и «Американская семейка» 2020 года. 10. А также готовится к выходу в следующем году «Крик 5», где появится Кортни, как и в предыдущих частях этого фильма. Первая часть, напомним, вышла в 1996 году. Вот такая жизнь у Кортни Кокс в кратких 10 фактах. С днем рождения, Кортни.